Всем привет! Меня зовут Василий Сазанов и это видео снято специально для канала Мир Рыболова. В прошлом видео мы рассказали о том, как ловить на отводной поводок. Сегодня же уделим внимание такому монтажу, как Техас. История Техаса начинается в США в середине 20 века. Он применялся для ловли баса в особо закоряжных местах и постепенно, со временем распространился по всему миру в тех странах, где в первую очередь свозилась эта рыба. До России Техас добрался совсем недавно. Данный монтаж не очень популярен в нашей стране. Его применяют в основном рыболовы, которые ловят целенаправленно в очень крепких коряжниках. Рыболовы, которые ловят чаще всего в средних смежных условиях, допустим и по рельефу, и по легким корягам, и по крепким корягам, применяют стандартные монтажи на ушастых чебурашках или джиголовках. Однако у Техаса есть некий перечень преимуществ, которые нужно знать, нужно применять. И это позволит вам снизить количество зацепов в тех случаях, когда вы ловите часто трофейную рыбу в очень сложных условиях. Применяется Техас для ловли абсолютно той же самой рыбы, которую мы ловим любыми джиговыми оснастками. Это судак, щука, окунь, бержь, неважно. Как мне кажется, непопулярен Техас в России, скорее всего, из-за того, что большинство рыболовых ловят в смежных условиях, это и рельеф, и коряги, и крепкие коряги, и заморачиваться, вязать сложные монтажи с применением кучи элементов, хочет не каждый. Но лично я применяю Техас на нескольких рыбалках в году, когда занимаюсь целенаправленной ловлей трофейной щуки в очень крепких коряжниках. Есть у меня несколько любимых мест, это затопленный лес, это поваленные деревья, это строение человека, есть там различные понтонные мосты, затопленные баржи. Там, где провести обычный джиговый монтаж, ну, практически невозможно. Техас там ходит, Техас там отлично ловит, и мы сегодня отправимся именно в такие места. На просторах интернета очень много видео о том, как правильно связать монтаж Техас, поэтому предлагаю быстро, не заостряя сильно внимания на деталях, связать три монтажа, которые я чаще всего применяю, и скорее отправиться на воду. Сейчас мы свяжем три монтажа. Это монтаж на струне, монтаж на платковом материале и монтаж на флюрокарбоне. О применении каждого из монтажей я расскажу уже на воде. Для того, чтобы это все связать, нам понадобятся следующие элементы. Это, естественно, грузы пули, это оффсетные крючки, стопора резиновые, бусинки, естественно, платковый материал, вертлюжки, силиконовые приманки, платок струна, флюрокарбон и небольшой набор инструмента. Приступим! Ну что ж, приступим к монтажу. Основной минус Техаса в том, что очень проблематично смена грузов. Соответственно, мы сейчас свяжем три монтажа под три места, на которых я уже ловил много раз. Использовать мы там будем веса 12, 15, 18 грамм. Каждое из мест имеет свои особенности, но это уже на практике. Свяжем три монтажа Техаса. Это будет монтаж на струне, самый дешевый для частых отрывов для ловли щуки. Монтаж на флюрокарбоне для ловли окуня и судака. И монтаж для смежных условий для ловли щуки и судака на платковом материале. Начнем с первого, о котором я говорил. Для того, чтобы изготовить монтаж для ловли щуки в коряжнике, самый дешевый, чтобы отрывать, нам понадобится струна, бусина с большим отверстием, пулька. В нашем случае это будет 12 грамм под конкретную точку. Оффсетный крючок, силиконовая приманка. Ну и в принципе все. Начнем. Расплетаем струну. Одеваем пулю. Одеваем бусинку. Возвращаем струну в исходное. Одеваем оффсетный крючок. И закручиваем струну обратно. Все, первый монтаж готов. Осталось надеть приманку. Пара слов о недостатках данного монтажа. На платковом материале или флюрокарбоне в данном месте будет чуть больше свободы у приманки. И она будет еще более проходима. Но на моей практике вот такая вот сборка на тонкой струне с пулькой и бусинкой очень хорошо ходит по коряжнику. Я знаю место, куда еду. Заранее собираю 5-7 таких сборов. И они в принципе и в лодке очень быстро собираются. И использую их чаще всего. Плюсы данного монтажа в том, что он очень быстро и легко собирается. Он очень дешев. Из-за того, что все элементы копеечные, это тот же самый по цене, как обычная джиговая приманка, обрыв. Его минусы это то, что до ограниченной длиной струны. Если коряжник ломовой, то бывает перерезается выше струны. И то, что собрано на струне, немножечко меньше свободы у приманки. Соответственно, чуть-чуть там на какие-то доли процентов ниже проходимость. И более вот такая грубая игра. Но я его использую чаще всего исключительно из-за простоты его сборки и возможности быстро менять груза. Второй монтаж, который мы сейчас свяжем, называемый универсальный. Им я ловлю и щуку, и судака, и окуня. Поскольку он мягкий и длина, его основной плюс в том, что можно из поводкового материала использовать длину 60-70-80 см. Это больше стандартных длин струн. Соответственно, можно лезть в еще больший коряжник. И из-за его мягкости будет игра у приманки гораздо лучше. Недостатки в том, что он будет дороже, и сам материал стоит дороже, и мы будем дополнительно использовать вертлюжки. В некоторых случаях можно применять застежки и карабины. Все это удорожает каждый обрыв. Соответственно, этим монтажом лучше ловить там, где меньше вероятность обрыва. Приступим. Для его сборки нам понадобится, естественно, поводковый материал, вертлюг, ассетный крючок, пуля, мы возьмем 15 грамм, мы будем вязать под конкретные условия, приманочка и бусинка. В принципе, и все. Начнем. Отмотаем 60-70 см поводкового материала. Для обрезки нам понадобятся щипцы. Вяжем кверху монтажа вертлюг. Я вяжу обычной восьмеркой. Излишки обрезаем. Далее одеваем пулю. Снова берем бусину, тоже одеваем. Вяжем наш крючок. Обрезаем излишки. И наш монтаж готов. Осталось насадить приманку. Как мы видим, монтаж длинный, пластичный, но собирается довольно медленно и долго. В лодке это делать не всегда удобно. Соответственно, как я говорил, эти монтажи лучше делать в домашних условиях. И третий, заключительный монтаж. Мы свяжем его в одном экземпляре. Он будет связан с толстого шнура диаметром 0,55. Его я использую для ловли щуки. Но данный монтаж также я вяжу из тонких флюрокарбоновых лесок. Для того, чтобы ловить судака и окуня. Плюс самый большой данного монтажа, который мне импонирует. Я его использую тоже довольно часто. Это то, что можно использовать большую длину, привязывая флюрокарбон напрямую к шнуру. И, допустим, можно вязать 2-3 метра и совершенно не будет это мешать забросу. Как в случае, если вы используете вертлюб. Второй плюс это то, что флюрокарбон гораздо меньше виден в воде. Он гораздо более пластичен. Игра приманки максимально деликатная. И на данный монтаж лучше всего отзывается рыба. Ловлю я им, как повторюсь, по большим глубинам. В крепком коряжнике. Чаще всего при ловле именно судака. Возьмем флюрокарбон и отрежем 1,5 метра. Один конец оставим свободным. Это для того, чтобы привязывать к нашему шнуру от катушки. Пулю можно в принципе не одевать, но мы для наглядности оденем. 18-граммовую пульку мы будем использовать. Потому что будем ловить на самых больших глубинах этим монтажом. Берем пулю. Снова берем бусину. Одеваем. Вяжем офсетный крючок. Вот тут нам понадобится плоскогубца. Потому что флюрокарбон очень толстый. И чтобы его нормально завязать, нужно крепко усиливать. Излишки обрезаем. В принципе монтаж готов. Осталось только насадить ремонт. Данный монтаж довольно прост в сборке. Делаю я чаще всего это именно в лодке. Смена очень простая и удобная грузов. Мы быстро отрезаем вот этот конец от основной лески. Меняем пулю и снова привязываем. Очень удобно, очень практично. Но есть один минус. Все равно, как бы кто ни говорил и не рассказывал истории про то, что флюрокарбон после определенных диаметров не срезается. На моей практике были срезы даже миллиметрового флюрокарбона. Поэтому данный монтаж все-таки рекомендую применять по судаку и по окуню, по щуке в крайних условиях, когда нужно очень длинную вставку из флюрокарбона. Логичный вопрос, почему все это время у нас на столе лежали стопора. В классическом исполнении при сборке используется бусина. Это дает звук, стук. Это часто привлекает рыбу. Второй плюс это то, что не будет бить груз по узлу и не будет его развязывать. Но, однако, изначальный посыл это именно этот стук. Но бывают рыбалки, на моей практике тоже такое частенько, потому что этот стук не привлекает, а только отпугивает рыбу. И частенько я использую в случае, когда нужна тихая оснастка, именно резиновые стопора. Смысл получается тот же самый. Он уберегает узел от ударов об него и его развязывания. Но шума практически никакого нет. А сейчас покажем то, что у нас получилось. Мы связали монтажи и, я думаю, самое время отправиться плавить рыбку. Поехали! Что ж, мы приехали на воду и пора рассказать о практической составляющей ловли на Техас. Первое, с чего бы я хотел начать, это спиннинги, которые рекомендую для ловли на Техас. Ловля данная абсолютно ничем не отличается от ловли на джиг. Соответственно, удочки должны быть те же, которыми вы ловите джигом обыкновенным. Fast, extra fast, строй, довольно быстрые. И желательно удочки с хорошим запасом, поскольку ловим в коряжнике. И форсированное вываживание, и зачастую крупные рыбы. Однозначно будет присутствовать, соответственно, сдерживающий ресурс. И силовой запас у удочки должен быть. Я сегодня ловлю спиннинговый лотарсин со 62-м ЛМЛ-кой легкими весами. И собрал вторую удочку, чтобы быстро не перевязываться, а быстро брать и менять разные веса. Это Nord Stream Proxima 804M. Ловить мы будем сегодня двумя всего весами, 15-18 грамм. То есть это как раз будет верхний тест Аватара и верхний тест Proxima. Посмотрим, как у нас это получится. Первое, с чем мы сталкиваемся при ловле на новом месте, это выбор веса, который мы будем подавать с приманкой в воду. Поскольку ловля абсолютно ничем не отличается от джиговой, нужно убирать совершенно те же самые веса. Единственное, на моей практике нужно делать поправку 1-2 грамма из-за того, что у пули сечение более узкое, она меньше имеет лобовое сопротивление и заглубляется чуть-чуть быстрее, чем обычная джиг-головка. Второй момент, который хочу отметить, это выбор приманок. Поскольку мы работаем всегда с аффсетным крючком, соответственно, приманки должны быть узкотелые. То же самое, что, как бы, опять же, в джиге. Выбираем черви, какие-то рыбки продолговатые, какие-то кариатуры, все то, чем мы ловим на осыпных крючках. Пару слов о местах, в которых я ловлю на Техас. Однозначно, это коряжники крепкие береговые, например, берега, подмываемые течением, как вот то место, где мы сейчас находимся. Поваленные деревья, которые уходят в глубину. Глубинные коряжники. Затопленные леса, если это частенько такое бывает, на водохранилищах, структуры, созданные человеком. Например, баржи потопленные, какие-то затопленные мосты, строительный мусор и так далее. Важный момент, постановка на таких местах. Вот именно на этом я бы и хотел заострить внимание. И первое, то, о чем мы расскажем, это вот именно наша первая постановка. Здесь два поваленных дерева больших и подмытый берег с корягами. Там находятся, как бы, корни, которые вымывают каждый год в течение весной. И мы здесь стали именно таким образом, чтобы облавливать два дерева, правильным образом. Сейчас я все это объясню. Первое дерево, которое я хотел бы рассмотреть, поваленное, мы встаем выше него, под углом 45 градусов от основания. Делаем заброс в основание дерева. И далее осуществляем проводку на снос исключительно удилищем, а не катушкой. Плавно поднимаем, приманку течением сносит. Поднимаем, приманку течением сносит. И таким образом, во время сноса, у нас приманка проходит практически всегда под деревом, под этим. Это вот первая классическая тема, которой я пользуюсь. Второе же дерево, вторая постановка, мы также облоем и это с обратной стороны. Перед нами есть еще одно такое же дерево. Второе дерево находится от нас выше по течению, точно так же. Здесь мы будем ловить upstream. Это очень удобная тема при ловле Техасом. Почему? Потому что дерево, как правило, течением стаскивает вниз по течению. И, соответственно, когда мы делаем проводку, наша приманка сглаживает ветки, а не тащим мы вверх против них. И, соответственно, заброс нужно делать так же в основании дерева, так же удилищем протаскивать, обглаживая вот эти вот ветки. Чему я делаю проводку именно удилищем? Для того, чтобы не резко врубать крючок в коряги и постоянно контролировать приманку. То есть, если мы упираемся в коряжку, не нужно сечь или резко дергать, нужно просто плавно потрясти. И приманка за счет формы пули очень легко перерезает через любую корягу. Сейчас под водой покажем, как выглядит то первое место, на котором мы ловили. Будет виден береговой свал, закоряженный, там лежат повальные деревья. Очень много различных структур, которые интересны для хищника и, соответственно, сложны в облове обычными стандартными приманками, стандартными джигами. Вот такие вот структуры, там огромные деревья. То есть вот сюда бросает джиг-головка просто приговор для того, чтобы ее оторвать. Ну и, в принципе, я думаю, пора двигаться на следующую точку другого типажа. Это будет глубинный коряжник. И там я расскажу, как вставать именно на глубинном коряжнике, чтобы ловить техацам с кормы. Мы подходим ко второй точке, глубинный коряжник. Сейчас мы тоже посмотрим на эхолоте, как это выглядит, посмотрим, есть ли там лещ, есть ли щука. И попробуем встать, там тоже половить. Немножечко расскажу о постановках в таких местах. То есть вот мы уже подходим. Вот, все, леща очень много, в правом луче видно. Просто огромная стая леща. Я думаю, мы сейчас здесь попробуем половить щучку. Так, поскольку здесь прям фарватер, мы немножечко сместимся, чтобы нас не закатали. Мы встаем, оставляем коряжник ровно за нами. То есть его основание, чтобы большая его часть была левее, мы также слегка на снос будем делать забросы. Потому что, как было видно, там очень такие крепкие коряги. Ну, тогда и коримся, и делаем несколько забросов. Ну, так. Ах ты! Ну, там лещ. Сегодня очень сильно течение. Возможности ловить в корму ограничены тестом спиннинга, поэтому мы большую часть забросов делаем на снос. Однако, ловить в Техас можно и не на снос, также в корму, как и положено. Допустим, вот здесь мы встали на точку. На дне стоит очень большое развесистое дерево, вокруг которого стоит лещ. И, как правило, вот в этой коряге я частенько ловил щуп. Сделали несколько забросов. Во время не ограничено, уже темнеет. Поедем на следующую точку, еще более перспективную, чем эта. Надеюсь, что там рыба нас будет ждать. И самое главное, я бы хотел показать на следующей постановке возможности Техаса. Будем бросать прям в ломовой коряжник, прям в дебри и покажем, что он очень проходим и позволяет ловить там, где практически невозможно ловить больше ничем. Хочется еще обязательно пару слов сказать о выборе шнура. Поскольку мы ловим коряжники конкретно, соответственно, лучше выбирать четырехжильные шнуры. И я бы не рекомендовал сильно стесняться в диаметрах. Я ловлю полторашкой минимум, полторашкой-белушкой. Даже несмотря на то, что, как правило, использую удилище с небольшим тестом. То есть, вот мы снова раз, закинули на дерево и спокойно через него перетащили. Потому что приходится и вываживать экстренно, и самый важный момент, то что, когда ваша приманка попадает на какое-нибудь заросшее дерево, бывает частенько шнур перевисает через ветки, поросшие ракушкой, и малейшее касание сразу срезает жилы. Вашего шнура. Так вот, если у вас 4 жилы, например, как раз диаметром полторашки, то есть, по-нашему, например, насколько я помню, там 0,19, ну, условно 0,2, то значит, что у вас 4 жила по 0,05, и порезать такую жилу это довольно сложно. И даже если одна или две срезались, то есть шанс достать рыбу. Ну, а если говорить о 8-ми жильных шнурах, то там очень тонкие жила, они очень легко срезаются ракушкой, и шнуры, как всем известно, на 8-ми жильные очень боятся коряк и различных абразивов. Сейчас покажем возможности проходимости Техаса. Туда, куда я забросил, лучше вообще ничего не бросать, там просто ад, повальные деревья. То есть, вот сейчас будет видно по концу удилища, что я постоянно буду залазить на ветки. То есть, соответственно, видно, проводка как ведется. Я беру, протягиваю аккуратно удилище и компенсирую вымытым леской катушкой. И вот таким вот образом. Прям чувствуется, что на каждом, на каждой ступеньке я задеваю ветки, коряги. Вот именно в таких местах, особенно в летнее время, стоит щука. Пара слов о крючках. То есть, есть серия из толстой проволоки, есть серия из тонкой проволоки. Так вот, применять удобно и возможно оба вида, допустим, вот я тонкого, тонкого сечения крючки использую для того, чтобы... А, рыба! Рыба, рыба, рыба! Все, у нас сейчас хорошая рыба. Чуть-чуть-чуть, сейчас она на свет. Сейчас там у меня тонкий крючок и форсировать вылаживание нам. И так нельзя. Наверное, мы возьмем рыбку рукой. Не знаю, насколько она засеклась, прошу. А, нет, мы просто подбагрили ее. Поэтому и кажется, что это нормально. в любом случае. То есть, небольшая щечка так получилась. Коряжник закинули под дерево, клюнуло. Вот как раз я только перекинул через веточку. Немножко промахнулось, но реакция позволила ее потеть. Отпустим эту небольшую щечку, пусть подрастает. Так вот, почему я использую крючки различных сечений, то есть, из толстой и тонкой проволоки. Тонкая проволока позволяет разгибать крючки, то есть, если вы понимаете, что у вас очень много зацепов, и рыба не ожидается очень крупной, то можно поставить тонкие, и в случае, бывает же все же зацепы, и в случае зацепы просто спасать приманки. А если, допустим, есть вероятность поемки крупной трофейной рыбы, и уваживание будет форсированным, то, естественно, нужно использовать крючки серии Heavy, толстые проволоки, чтобы можно было быстро, агрессивно выдрать ее из этих коряжников, и спокойно уже с ней бороться потом на открытой воде. Первый день всего снять не удалось, после поемки последней щуки начался снегопад, и нам пришлось уехать с воды, спасая видеоаппаратуру. Сегодня мы второй день уже на воде, и постараемся доснять, показать то, чего не удалось в первый день. Погода очень плохая, все замерзло, движок прям постоянно барахлит, будем сейчас на медленном ходу ходить, не работает охлаждение, замерзлые каналы, помпа, сейчас где-то минус 3, наверное, но очень такая специфичная рыбалка. Встали на локальную корягу, и у нас сейчас на крючке там какая-то прям хорошая рыбешка. Да, щучка, я думаю, что-то в районе там полутора килограмм, на течении ощущения прикольные. Сейчас мы ее возьмем. Вот очередная небольшая щучка. Мы встали на локальную коряжку развесистую, на русле, прямо с первого же заброса поймали щучку, не успели сразу включить камеру, к сожалению. Вот такой вот результат. Сегодня покажется без трофеев, но слом погоды, однако же техас ловит, у нас все получается. Отлично, отпускайте рыбку. Мы закончили эту сложную очень рыбалку. Это тяжело в России в ноябре, когда минус 11 начинаешь ловлю. Это уже и не лето, и не зима, и вот эти вот переходные, межсезонные, сложные рыбалки даются всегда прямо со скрипом. Поймать нам все-таки удалось пару рыб, было несколько поклевок. В принципе, рыбалка состоялась. Основной вывод, какой хочется сделать по ловлю на Техас. Я считаю, что он необоснованно непопулярен. Его нужно иметь в виду. Благодаря нему есть возможность облавливать очень сложные места, очень закоряженные, где стандартные приманки не проходят, а Техас лазит и даже не испытываешь никаких проблем. Это было наглядно покажено. И то есть самое главное, что нужно понимать, Техас это не что-то особенное. Он не отличается от обыкновенного джига. Подчиняется абсолютно тем же самым принципам и законам. Единственное, имеет большой и важный плюс это проходимость. На этом мы будем заканчивать видео. Подписывайтесь на канал Мир Рыболова, ставьте лайки, пишите комментарии. Если чего-то вдруг мы недорассказали, пишите вопросы и обязательно на все ответим. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok